все трудяги всем здорово мы на минском тракторном заводе будем обозревать пару моделей одна из них главная новинка до будущего сезона и с нами андрей собульский начальник от русского бюро общей компоновки докторов очень приятно меня зовут михаил канал пряник 71 ну чё расскажите про данную модельку это наша новая модель перспективная трактор беларусь 20 22.4 основная тема разработки вода трактора это поставка на рынке таможенного союза частности россия основное отличие данного трактора от серийной модели которая также называется 20 22.4 это установка трансмиссии с центральным приводом переднего ведущего моста и двигателем cummins qsl мощностью 220 лошадиных сил экологической ступени стоит 3а то есть смотрите тут больше не будет ваших двигателей то есть только камень но на данной модели до cummins все без альтернативы да как бы камень в перспективе но естественно будет для повышения экологического класса на лица двигателя других производителей и все по сравнению с предыдущей двадцаткой отличия в чем основные вот прям по характеристикам если пробежать на и основные отличия то если на трансмиссия она также синхронизированная также 24 передач переднего хода 12 передач заднего хода но с улучшениями в частности ну разработаны новый корпус сцепления новый привод перенесен привод переднего ведущего моста что позволило установить вот мост данный мост анализ на тракторе 3022 вот он усиленный он позволяет позволяет устанавливать колеса большего диаметра соответственно изменяется развесовка меняется управляемость повышается навесоспособность трактора поэтому в принципе здесь можно сказать новая компоновка трактора как я понял этот трактор был на агросалоне 2022 да он же на белагровыставке до этого выставлялся тоже в 21 году то есть это предсерийный образец да это предсерийный образец вот то с чем вы работаете да в настоящий момент все испытания по этому трактору проведены получен сертификат соответствия то есть мы можем этот трактор уже реализовывать на рынках таможенного союза и вот в настоящий момент идет подготовка производства данный трактор после сборки одного опытного образца в корпусе сборки тракторов будет станет серийным то есть все придет в россию да то есть уже можно будет изготавливать в принципе под заказ потребителя то есть скорее всего летом в россии можно будет предзаказать скажем так не то что прям заказать да ну вот весной и планируем вот сейчас ведутся до работы да то есть весной планируем уже завершить работы по сборке опытных образцов трактора и они уже пойдут к нам да то есть они уже могут реализовываться вот на всей территории таможенного союза а двигатель каминс он не чистый американец это двигатель он локализован в татарстане на предприятии каминскама данный двигатель имеет мощность 220 лошадиных сил крутящий момент 950 ньютон-метров экологический лаз стейдж 3а у него повысился момент или мощность или нет мы проектировали его чтобы вот он был как полный аналог двигателя моторного завода то есть тут и немного больше моторный завод 212 лошадиных сил здесь 220 ну в принципе они сопоставимы по характеристикам плюс-минус одинаково беларусь не мтсд но они уже у нас торговая марка беларусь они все салили поменялось беларусь да и цветов синих не будет но все перфективные трактора они просчитаны на цвета фактурное решение то есть красная трансмиссия красная облицовка то есть это вот как общий образ всех новых моделей тракторов то есть она все новинки у нас идут вот в похожем в данном цветовом решении и с похожей облицовкой то есть уже новый дизайн облицовки введена точечная оптика которая улучшает освещенность вот тут в данном случае вот разнесена оптика получается фары ближнего цвета отдельно фары дальнего света отдельно рабочие фары еще рабочие фары ну соответственно на поручнях на крыше вот ну и естественно вот по данному облику легко узнать то что это ну перспективно наша разработка корпоративный стиль теперь будет такой да? да это да наш ну вот наподобие как например оси 2.3 трактор 1222.3 и здесь выполнено по аналогии дизайн выполнен по аналогии передняя навеска будет передняя навеска да здесь она с новой разработки грузоподъемность она 4600 килограмм это NO2 получается выведен дополнительно передний вал отбора мощности ну для косилки там да да естественно для для приводных машин он односкоростной 1000 оборотов в минуту понял по задней части трактора а я забыл сказать если кто будет спрашивать что вот это такое это просто трактор ночью светится иллюминацией ну на заставке вы наверное увидите а там наверно на ночь только готовить да по задней части изменения ну здесь серийное навесное устройство по аналогии как на тракторе 2022 серийном грузоподъемность 6400 NO3 и также здесь тягово-цепное устройство от лифтового типа угу понял по кабине кабина у нас будут изменения здесь в принципе кабина у нас сам остов кабины точнее сам каркас кабины у нас серийный но введено много улучшений в частности здесь комплектация новые световые приборы потом сиденье идет с пневмоподвеской угу здесь установлен климат-контроль здесь установлена система автоматического вождения топкон здесь также залезть можно даже да конечно здесь также применен новый боковой пульт который позволяет вот установить новые рычаги управления ну тогда лучше даже в кабине конкретно показать ну да да то есть здесь вот новое сиденье оно с пневмоподвеской это сиденье производства граммер вот возможно установка также с механической подвеской но здесь понятно такой выставочный образец поэтому максимальную комплектацию ну граммер самая популярная да 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 но вот на все мировые производители они устанавливают как правило граммеры это гарантия качества а что вы говорите рычаги поменяли ну получается новый пульт боковой полностью новый вот этот да да поэтому появилась возможность установки нового по управления секциями распределителя вот у нас трехсекционный вот выведена три рычага вот и у нас получается электро гидравлического управления задней навеской и хр вот так же выведена ну и вот кресту по управлению блокировки дифференциала вот это вот верхняя панель это блокировка дифференциала там включение вала отбора мощности там у нас все это электро гидравлического управления механики теперь нет ну получается механическая только вот два рычага это передачи и диапазоны то есть коробку передач мы оставили механическую точнее ну разрабатывали изначально механическую потому что ну чтобы и потребители она знакома и удешевить производство и надежность просто обслуживание то есть такой чтобы трактор был конкретно способен чтобы возможность было сильно не повышать цену чтобы ну трактор был доступным а если я не ошибаюсь есть какая-то еще 18-22 модель есть с гидро нет это с гидромеханика это 21-22 модели у нас гидромеханическая коробка передачи на выставке же видел в Краснодаре наверное да это серийная модель она у нас давно производится правда не в особо больших объемах потому что большая разница между 2022 и 2021 по цене потребитель все таки склоняется больше к классической вот консумиссии но это еще не та критичная мощность где вот прям нужна гидро ну если допустим для России для Беларуси то механика очень популярна если для европейского рынка то там конечно у них своя специфика а про тормоза тормоза тут на тракторе установлен не это не воздушные да гидростатика ну вот здесь новый счеток приборов потом как везде да сейчас у нас на все новые модели вот такой счеток приборов устанавливается потом вот эта система автовождения она чья это топком ну вот она получается если не ошибаюсь японская чтобы не соврать вот ну здесь получается так что ну я понял люк остался все осталось кондиционер в базе надеюсь ну да здесь кондиционер в базе да то есть ну в любом случае есть кондиционер также возможности климат контроль а климат контроль то есть там в принципе ну на базе существующих кондиционера там управляющий модуль дополнительно ставится USB зарядочка будет да тут по-моему даже она либо такая но здесь мы не выводили там отдельно еще панель вот на этой панели будет заглушка да тут на новых моделях уже мы ее ввели получается будет да да будет USB зарядка ну и прикручивается естественно а если два будет то вообще будет супер то есть сейчас в современном мире ну без USB порта вообще никак ну я понял так ну ладно надеюсь есть еще там возможность установка магнитола здесь да здесь нет в этой модели так в принципе возможности установка магнитолы но он же выставочный поэтому ну то есть в этом году сможем уже увидеть да вот сейчас у нас буквально там на стадии завершения подготовки производства очень много оборудования закуплено очень много снастки изготовлено поэтому уже ну обратного пути нет уже трактор обречен стать серийным ну все слава богу почему нет то а то я все смотрю смотрю пятнашку изменили ой нет двенашку да ну двенадцать два да то у нас получается как замена двенадцать один там тоже вот получается кабина аналогично установлена там чуть-чуть другое оснащение чуть-чуть другое управление пусть там тоже попроще идет но в целом для повышения комфорта уже такой кабин а пятнадцатая модель будет существовать новая такая же пятнадцать три точка четыре тоже с двигателем камин тоже с центральным приводом там своя трансмиссия будет шестнадцать на восемь передач двигатель тоже тоже QSL 6.8 будет ну и мощностью 150 сил 155 если быть точнее ну и мост там будет уже попроще он такой в принципе трактор более ну более простой чтобы опять же цену снизить более такой привлекательный но он к нам в России тоже придет да это вот в принципе вся линейка изначально планировалась для того чтобы для продажи в России а еще будет какая-нибудь линейка меняться ну дальше ну здесь будет также если брать трактор с четырехцилиндровыми двигателями опять же с центральным приводом с двигателем Cummins будет 952 трактор потом 1025 и 1221 все которые турбированные были да да тоже там двигатель Cummins тоже трансмиссии там естественно везде разные трансмиссии ну чтобы сопоставлялись с мощностью двигателя но в целом у нас вот такая линейка разрабатывалась именно вот как замена классическим тракторам я вас понял спасибо за рассказ будем ждать в новом сезоне надеюсь увижу в работе да надеюсь то что еще раз приедете и увидите все наши последующие новинки будут да еще да естественно ага я понял не